здравствуйте сегодня попытаюсь реанимировать вот эти растения мне их подарили у растений абсолютно отсутствуют корни корневая система они разного цвета должны быть вообще растения эти были привезены полтора года назад из таиланда ну как видите они абсолютно не адаптировались наши сибирским условиям и подоконному содержанию поэтому эти растения мне отдали вот этого растения еще обрежу сухие корни какие тут есть огнившие растения у меня находились больше двух недель я их просушивала видно даже по листве почему я это делаю потому что эти растения находились в очень-очень влажном грунте а грунт кора и по моему кокосовый торф был и растения не пересаживались за эти полтора года и поливались они по графику не так что нужно ли растением смотреть что нужно их поливать сегодня или нет было напоминание на телефоне у этого человека и она как только напоминание и срабатывала она шла и поливала неважно просох у грунт или нет естественно корни никакие корни такого не выдержит постараемся мы с реанимировать все-таки нужно наблюдать и смотреть по самим растениям если им сильно много влаги можно и отложить на некоторое время полив а может быть и до следующего раза если нет если грунт хорошо просох и вы видите что растению требуется влага и тогда поливаем поливая все орхидеи из поддона наливаю в поддон большой высокий воду ставлю туда горшок как правило горшки они у них высыхают земля высыхает кора высыхает и горшок становится плавучим на воде поэтому я использую другие горшки чтобы их скажем так притопить чтобы полностью весь субстрат подокрывался водой ну а потом даю стечь воде обязательно ни в коем случае через 20-25 минут я даю стечь воде и убеждаюсь что земля хорошо пропиталась влагой и только тогда вытаскиваю вода стекает и ставлю на то место в котором на котором эти орхидеи росли собственно так же я отношусь и кактусом точно так же их поливаю но сейчас еще поливать нам нельзя у нас я живу в барнауле в алтайском крае у нас погода очень радует на улице метель опять солнышка у нас нет уже несколько дней поэтому даже вот мы выставили кактус и на солнышко да мы их не поливаем мы ждем когда наступит благоприятные условия достаточно солнца достаточно тепла и только тогда будем поливать поливая я тоже с поддона переставляю каждый горшочек в высокий поддон наливаю воды и поливаю таким образом естественно даю стечь и только после этого после того как стечет полностью вода я выставляю на место кактуса той стороной которые они стояли к свету обязательно потом покажу почему это важно ну все готовлю готовим и грунт для орхидеи для этих буду использовать горшки я вот такие затемненные у нас такая вот вода старые горшки ну ладно попробуем использовать их почему затемненный потому что для вот этого вида орхидеи не обязательно чтобы свет попадал на корни грунт у меня будет кокосовая стружка обязательно обработаю что это как называется так господи уголь истолченый обязательно обмотаю мхом вот этим спагнумом влажный здесь и посажу уже в смесь земли кокосового торфа и сосновой коры насыпаем на дно горшка кокосовую кору затем вот эти корни мы сейчас припудрим углем истолченным установим вокруг обмотаем корней сфагнум после этого установим растение вертикальном положении и будем заполнять чередуя вот этот вот эту смесь и сосновую кору теперь просыпала слой кокосового сосновой коры сейчас немного еще земли подсыплю совсем немного чтобы из вот этих из вот этих пазух начали появляться корешочки чтобы им было хоть где-то зацепиться видите совсем немного я насыпала земли теперь сверху я насыплю сосновой коры и все будем убирать на свое место пока я поливать эти растения не буду неделю может быть дня 5 почему потому что во первых сфагнум был мокрый влажный и кокосовый торф мы тоже наполняли водой для того чтобы его на наполнить как бы влагой да поэтому поливать сразу не нужно корней там и так мало и нужно создать такие условия корням чтобы было не влажно а был как бы парниковый эффект и только тогда корни начнут активно расти растению очень тяжелом состоянии поэтому нам нужно постараться чтобы лишняя влага из листьев не ушла а именно пошла на формирование корневой системы как мы поймем что наши орхидеи начали прирастать вы сразу увидите что растение начнет наполняться силой стволы будут увеличиваться утолщаться появятся новые листики новые ростки ну вот что у нас получилось растение мы посадили растение держится в горшках это тоже очень важно нужно зафиксировать орхидеи иначе если каждый раз они когда будут падать и не будут рвать свои маленькие корешки от грунта поэтому много положили коры для того чтобы сильно не было влажно но при этом создавался такой парниковый эффект будем наблюдать смотреть недели через три я вам покажу первые результаты от того что произошло с этими растениями спасибо за внимание любите свои растения создавайте им комфортные условия и они будут вас радовать светение у нас и у у у у у у у у Продолжение следует...